всем привет по традиции хочу поблагодарить всех тех кто оставляет комментарии под этими самыми моими роликами также конечно благодарю всех тех кто оказывает поддержку этому каналу сделать это просто под каждым роликом есть коротенькая инструкция так что буду благодарить ну и комментарии конечно читаю с удовольствием мне очень интересно правда я читаю отвечаю не на все просто не успеваю потому что у меня кроме записи роликов еще очень очень много работы которая мне нравится я люблю свою работу делаю с удовольствием и много всем желаю того же самого вообще идеальный вариант жизни это когда твоя работа становится твоим хобби точнее твое хобби становится твоей работой вот это то к чему хочется прийти всегда я кажется пришел так что вот сегодня у нас здесь у меня во всяком случае 11 мая и я хочу поздравить с днем рождения потрясающего артиста вот многие любят говорить вклад в музыку а вот что эта группа сделала для музыки какой вклад в музыку внесла какой никакого я не знаю вообще что такое вклад в музыку мне это непонятно еще там один есть персонаж который пишет эта пластинка это преступление против музыки ну там я не буду говорить какая пластинка это тоже бред собачий потому что ну и и вклада в музыку никакого не 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 может быть а уж преступление против музыки и тем более не может быть какое преступление против солнца или против реки или против там пустыни какое преступление такое вклад мы можем внести в мировой океан или в я не знаю там свет звезд никакого просто надо наслаждаться или не наслаждаться, каждому, так сказать, свое в этом смысле. Принимать то, что есть. Прекрасный свет солнца, удивительные звезды, бескрайний океан, пустыня, которая дышит жаром или ледяным холодом по ночам. Кто был в пустыне, тот оценит эти вот слова. В пустыне страшно ночью. Кошмар какой-то. Так вот, я хочу, я вернусь, я хочу поздравить с днем рождения прекрасного артиста, изумительного, которого я люблю с самого раннего детства, Эрика Бёрдена. Сколько ему лет, я говорить не буду, потому что у рок-музыкантов нет возраста. У настоящих музыкантов возраста нет. Когда начинается история про возраст, это значит парень не рок-музыкант, он не в роке находится, он где-то рядом. Эрик Бёрден. Про него можно говорить бесконечно, что я и буду делать. Потому что пластинок его у меня достаточно много. Далеко не все, к сожалению, но есть о чем поговорить, что показать. С детства я вошел в музыку этого замечательного человека. Был один у меня знакомый, который присвоил Эрику Бёрдену статус доктора. Доктора наук, не врача. Доктора. И занимался берданистикой. Его спрашивали, ты что делаешь? Что вообще в музыке тебе нравится? Он говорит, я занимаюсь берданистикой, погружаюсь в нее. Вот я не погружался в берданистику, но все, что связано с Эриком Бёрденом, меня чрезвычайно интересует. И практически все нравится. Потому что этот человек, он самодостаточен. Его голос, его манера пения, его отношение к музыке. Он такая вещь в себе. И если он нравится, то он нравится. Если не нравится, то мудро, то соответственно не нравится и можно не слушать. А если что-то зацепило в Бёрдене, то все пойдет. Это я вот к тому говорю, что все пойдет просто. Вот все вообще. Это тот случай, когда пойдет все абсолютно. У него, на мой взгляд, нет вообще слабых пластинок. Слабых песен. Слабых концертов. Вот он такой. Такой человек. В этом смысле напоминает мне одну рок-группу. Название которой я не буду приводить. Все и так знают, что я люблю. Поэтому в других роликах я расскажу про нее. Эрик Бёрден. Группа The Animals. Все помнят, конечно, все знают. Про The Animals отдельно мы будем говорить. Ибо это того стоит. Возможно, это были лидеры британского вторжения, так называемого, в Соединенные Штаты Америки. Ну, я не уверен насчет лидерства, но они были дико популярны. Дико просто популярны. The House of Rising Sun. Конечно, все помнят песню про публичный дом, которая стала всемирно любимой. И даже в пионерском лагере, я помню, на гитаре мы играли с товарищами пионерами. Этот самый дом восходящего солнца. Ну, кто его только не играл, на самом деле. Ну, и вообще, потрясающий, конечно, потрясающий взгляд на ритм и блюз, на блюз, на рок-н-ролл у The Animals был. И с вокалом Эрика Бёрдена это была просто бронебойная группа. Просто бронебойная, которая как снаряд летела со сцены из динамиков акустических систем, тех, кто слушал дома эту музыку, и пронзала, взрывала насквозь. Пронзала на кусочки и взрывала насквозь. Вот так вот можно сказать. Но сегодня в честь дня рождения я хочу показать вот эту пластинку. I used to be an animal. Она называется. Это, если не изменяет, 88-й год уже, да, 88-й. Я очень люблю этот альбом, хотя он, наверное, не самый лучший, если так уж откровенно говорить. Я вначале там сказал, что все бесподобно, что не напишет все бесподобно. Ну, конечно же, нет. Конечно, есть альбомы более интересные, есть менее интересные. Этот альбом не самый лучший, конечно, в этом смысле. Это в конец 80-х. Это уже такие электронные барабаны здесь присутствуют, и синтезаторы, и слэповый бас. Вот это вся вот такая восьмидесятническая большая поп-музыка. Но поп-то поп, а соул и фанк, в которых Эрик Бёрден большой мастер и мега-учитель, он здесь присутствует вовсю. Его дикий голос хриплый, его крики, его интонирование, его вот этот вот адский черный соул и не менее лютый черный фанк, плюс тяжелый рок, который в нем заложен. Тяжелый рок, кстати, я покажу. Он переиграл, перепел не то что ритм он блюз, не то что блюз в начале карьеры, потом неимоверная просто болотная психоделия, период его жизни в Сан-Франциско, потом черный фанк с группой Война, потом тяжелый рок с группой Эрик Бёрден Бэнд, и потом уже сольное плавание, где вот эта пластинка и появилась. Из чего появилась эта пластинка? Здесь, несмотря на то, что пластинка такая, она спорная сама по себе, но несколько песен, которые в честь дня рождения надо слушать обязательно и кайфовать под них. Конечно, это заглавное «I used to be an animal» первая вещь, в которой Эрик Бёрден рассказывает свою историю, историю группы The Animals, как они собрались, как они начали играть, как они в Нью-Йорке перенимали все, что слышали, что было потом, а потом было все хорошо. И один критик написал в рецензии на этот альбом, что Эрик Бёрден поет и говорит здесь о том, что он был животным. Ну, там, мы были животными, поются в этой песне. Ну, «I used to be an animal», да, я был животным. Так вот, критик говорит, что, несмотря на то, что Эрик Бёрден считает и уверяет всех, что он был животным, в любом случае он остался очень опасным и сильным зверем, что вот эта пластинка и демонстрирует. «I used to be an animal» рэп, не повоюсь этого слова, Эрик Бёрден вообще один из первых рэперов в истории человечества. Ну, первый, на мой взгляд, был Джон Ли Хукер. А если говорить о белых исполнителях, о белых исполнителях, то Эрик Бёрден – это первый настоящий адский рэпер, который замешал вот этот самый spoken word, хотя spoken word – это не рэп совсем, это другая история. Ну, чистый рэп и в группе «Война», и в группе «The New Animals», и в сольных пластинках вот здесь «I used to be an animal», и вокал, и бешеные солы, длинные ноты, и крики, и между этим всеми, между этим всем куски рэпа, в котором он рассказывает как раз историю группы «Animals» и свою. «American Dreams» – песня такая сомнительная. Вот «The Dream» – это тоже чистый рэп, произведение номер два, вообще чистый рэп, безо всяких уже, безо всякого пения. «Going back to Memphis» – лирический блюз, который похож на «Leo's Place» следующую песню в чистом виде Вэн Моррисон. Не плагиат, не содрана манера, но похоже в тот же дух, тот же дух, что и у Вэна Моррисона. Очень кайфово, очень здорово. «Run for your life» на второй стороне открывается молотилкой восьмидесятых, пришли восьмидесятые, и мы вам дали со всей мощи, на которой возможен звук восьмидесятых, аппаратура, инструменты восьмидесятых, все это вперед таким локомотивом. И на второй стороне «Don't give a damn» – веселенькая достаточно песня «Living in fear», которую я не очень люблю, и потрясающая «I will be with you again» – последний номер, на разрыв души, просто на разрыв души, такая лирика и драма, и стремление к свету, и обещание того, что «I will be with you again» – обязательно, непременно я буду там. А еще одну пластинку, которую я хочу показать, и в комментариях про нее упомянули, это «Stop», это 1975 год. Вот это зверство настоящее, никаких тут, конечно, восьмидесятых, никаких, хотя синтезатор присутствует, но никакого попса большого здесь нет. Здесь грязный, по-хорошему, в хорошем смысле, по звуку, я имею в виду, мощный, лютый, громкий, безобразный, гитарный, тяжелый рок. Удивительно мелодичный, при этом, при адской громкости, грязи, лютости, мелодичный, сложно аранжированный, сложно придуманный внутри каждой песни, там такие смены ритма, такие смены мелодических линий, разламывание их, такие смены аккордов, аккордовые последовательности, такие малопредсказуемые, хотя вроде бы все понятно, потом раз куда-то пошли в другую сторону совсем. Очень круто просто. Эрик Бёрден Бэнд, гитарный хард-рок с соул-фанковым замесом и с животным голосом Эрика Бёрдена, с животным. Он все-таки животное, он настоящее животное, сити-бой. Я писал, кстати, рецензию в недрах Яндекса, где-то есть большая рецензия на этот альбом, написанная словами. Там более внятно это все и последовательно изложено. Сити-бой из адского фидбэка, который выплывает из тишины гитарной, и понятно уже сразу первые две секунды уже все становится ясно, потому что этот фидбэк и аккорд, и понесся гитарный хард-рок в прочтение Эрика Бёрдена. Хотя большинство песен написано гитаристом, что и слышно все время, потому что гитара здесь гитара, гитары, я бы сказал даже. Они здесь преобладают. Вместе с, конечно, не затмевая, конечно, Эрика Бёрдена. Сити-бой просто адский, хардешник. Фанк очень сложный и непонятный, потому что замешан на фанке, замешан в голосе еще и на соул, и стиль определить невозможно, что мне чрезвычайно нравится. Ни под какую уже, так сказать, ни в какую картотеку уже его не поставишь этот альбом. Gotta get it on, следующий номер. Вроде бы тоже такой фанк, пошел понятный, все хорошо, все здорово. А под конец какая-то неимоверная джазовая импровизация на клавишах, напоминающая такие вещи, которые Майк Гарсон делал у Дэвида Боуэв в «Плосеньке Айла Динсейн». Такой вдруг уход в какой-то не фри-джаз, а прямой джаз. Дэмэн очень сложная, блюзово-фанковая вещь. I'm looking up. Дикий наезд фанковый. Дикий просто такой вот закручивающийся, тащит за собой бесконечно. Рейнбоу тяжелая на одном рифе гитарном. Страшная вещь. All I Do. Немножко передохнуть после Рейнбоу, потому что на второй стороне фанки февр, который бьет по мозгам таким фанки, таким гитарным фанки, такой тяжестью, таким ревом, что дальше ехать некуда, но дальше be mine. Длинный-длинный блюз с диким вот этим ревом раненого зверя Бёрдена и с удивительным гитарным соло, которое затмевает все. Даже, может быть, и вокал Эриха Бёрдена, хотя сделать это невозможно. Гитариста зовут здесь Джон Стерлинг Аолон. Оригинал американский, между прочим, первопресс, если что. Это к тем, кто меня обвиняет в том, что у меня одни новоделы. Ничего подобного. Be mine. The way it should be. Тяжеленькая вещь. И стоп в конце заглавная песня с вокалом, с заделанным в вибрато. Но это не портит. Не портит этой хрипоты, этого расщепления, этого зверства Эрика Бёрдена. И о каждом альбоме я буду говорить с удовольствием. От души, от сердца. Потому что я это очень люблю. Эрик Бёрден с днём рождения пошёл пить вместе. Пока.